А водичка-то холодная. Ну ничего, тут две женщины купались двумя часами ранее. Хорошо. Комары бы еще не жрали с мошками. А так хорошо. Мясо наелись вообще. Мясо обалденное. Ирингринский пляж. Выходной тут будет. Яблоку негде упасть. Все будет забито машинами. А вот это отвал разреза. Ирингринский разрез. Такие вот дела. 11 августа. Ночью 15 градусов. Холодно очень. А днем прям жарит. Прям сегодня жара. Итак, эпопея грибная продолжается. Мы плавно перенеслись. Куда мы перенеслись? 18 августа. Я уже вышла в лес. Уже что-то пособирала. Красное. Классический помидор. Вот, телефон не взяла с собой. Это вот буквально там, не знаю, я... Четыре песни радио проиграла. Но телефон не взяла с собой, как обычно. На разведку. Да. Вышла просто посмотреть. Сейчас мы двигаемся по намеченному, строго намеченному плану. Максим задал точку, куда мы должны доехать. Там должно быть много грибов. Мы решили прогуляться. Посмотреть наличие грибов в лесу. Пахнет, конечно. Ну, мы дождались, пока дождь пошел. Морожку вот пока только нашла. Грибов нет. Ай, комарики. А вот здесь когда-то люди жили. В Беркокете. Остались только... Остались только развалины. А что тут было, Макс? Типа на халовке, наверное, что-то, да? Балки? Да. Что, все? Энтузиазм пропал. Комары что-то активировались. Наверное, пойдем в другое место. Вот так продолжаются поиски грибов. Мы просто едем куда-то и куда-то смотрим. Вдруг грибы выйдут к нам на дорогу. Да, Максим? А дождь продолжается. Смотрите, красота какая. А грибов нет. Не сезон, видимо. Кто-то собирает наши грибы. Мы видим там на склоне. Мы, кстати, находимся с вами сейчас на трубе. Здесь проходит нефтепровод. Мы же и легких путей не ищем. Мы не ездим близко за грибами. Только далеко. Только за служенными путями. Сейчас мы там выйдем. А мы не ездим почему? Никто не знает. Везде около города выхлопные газы. И грибы там это все пьют, едят. Грибы как губка впитывают. Все нитраты. Вот поэтому мы и уезжаем за 3-9 земель. Чем дальше от города, тем чище. Машина. Все равно там в кустах все стоят. Да, вот Любовь Алексеевна с нами тоже комментирует. Так что все в сборе. Может, не надо, что его пододвинем. Не, что он так сказал? Говорила, не надо. Сегодня прям жарко. С утра 9 градусов было. А сейчас солнышко. Прям как летом. Поэтому ребята вот катаются. Последние денечки лета. Ну что, мы куда-то приехали. Потому что дальше не проехали. Ну что, куда мы? О, хорошенький какой. В этом году маслят море. У всех в ленте маслята. Вон еще стоит какой-то, не знаю. Место живописное, конечно, вообще. Собакин пришел разбираться. Кто здесь, да? Вон они. Вон они, ребятки, стоят. Сейчас Любовь Алексеевна их почикает. А тут, да крупненькая какая, голубика. Третью руку надо, чтобы снимать. Вкуснятина. Брусника еще есть. Тоже уже хорошая, хоть и зеленоватая. Тут ее много, кстати. Машки, конечно. Видно ее, нет. Просто жрет поедом. Завтра буду как рыба луна. Опухшая. Вот самая гигантская. Как яблоки размером. Угу. А вам какая ягода, Любовь Алексеевна, больше нравится? Голубика или брусника? Вот цена я тут мишку. Не скажу, что. Так, что это такое? Грибы стоят, вы мимо идете. Угу. Там шапочки такие. Так, перебирать начинаем. Ну, птицы поклевали. Я тоже, в принципе, только молоденьких беру. Сейчас картошечки как нажарим. Угу. Вы посмотрите, что тут творится. Мм? Что тут творится. Они вот так, походу, полосой вот так вот и растут. Куда? Вот уже некуда. О, крупная какая. Размером как... Практически как на рынке продают китайскую. Культурную. Выращенную уже. У меня зажрали уже мушки. Можно домой выдвигаться. Иван-чай уже отцвел. Все, пушок. В этом году не собирали иван-чай. В этом году, друзья, и публикаций нет летних, потому что завал. Просто завал. Дома ремонт, на работе работа. И вот так вот, как белка в колесе. А брусники практически нет. Что-то вот совсем чуть-чуть. Тут, 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 там. Это, можно сказать, нету. Хотя уже вкусненькая. Всякая. На каждый куст свой вкус. Есть меленькие, крупные, как яблоки. Длинненькие, всякие. Репортаж из кустов. Я вообще не люблю ягоду собирать. Всегда с родителями ездили. Это было как... Как наказание какое-то. Мама вот любит ягоду у нас. Всякие варенья варит. А я люблю клубничное варенье. А, и персиковое. И абрикосовое с косточками. Это да. Но это чисто киргизские корни. Сказываются. Бабушки, помню. В сарайчик зайдешь, а там на полках. Всякого варенья. Вот мы возьмем с Олежкой, с братом. Олежка, привет. Днем всегда жара там была. И вот мы пока жара. Все обычно в доме. Кто спит, кто что. А мы раз с ним в сарайчик. Баночку откроем. С булочкой ее навернем. В текушку. Потом бабушка, кто варенье съел. Ой, хорошие времена были. Да, вот клубничное тоже. Сколько не пробуешь. Все какое-то. То переваренное, то какое-то сильно сладкое. А сейчас вот Макс привез с Приморья. Купил там на трассе. Баночку клубничного. Маленькую. Какое вкусное. Какое ароматное. Прям ягодки целые. Ну такое вот вообще. Короче, я в текушечку эту баночку практически одна съела. Вчера Макс увидел это. И пресек. Доел сам ее. Так не достанься же ты никому. С голубикой не то. Ой, все. Лень мне уже этим заниматься. Пора выходить, я так думаю. Тем более время обеда. Брусничка вот. Единичная. Все, поехали, Макс. А, не знаю, надо глянуть. Часа три, наверное. В дымке все. Все в дымке. Леса горят. В Якутии все лето. Ужас. Куда-то ушел в дебри все. Я говорю, кто чистить будет эти 33 ведра грибов? Кто-то будет телевизор смотреть, а кто-то будет чистить. Давай, выходи уже. Ох, ледяная вода. Тут глаза поднимаешь, а тут вот такой куст на кочке. Вы только посмотрите. Обалдеть. Синий. Вот, пожалуйста. Восточная Сибирь, Тихий океан. Красота. Там вот человек прошел с комбайном. Все пособирал. Потом будут продавать ягодку. Интересно, почем нынче ягода. Ну-ка, посмотрим. Что-то ягоду-то никто не продает. А может, ее только в выходные продают? В общем, цены на ягоду мы не узнаем. Ну ладно, тогда. Здравствуйте. Почем ягодка? Литр 700. Литр 700. А брусники нету еще, да? Ой, мы не знаем. А вы ее что-то в лесу вообще пусто. Да, рано. А так как бы ее рано. Ясно. Хорошо. Спасибо. Я же говорю, хорош собирать. Я столько чистить не буду до ночи сидеть. О, муравейник какой здоровенный. Ребята трудятся. Раз полосу прошел, все, нету. О, за 10 минут забежал. Пол пакета. Что там колено тебе говорит? Больное. Говорит, привет, я здесь. Что там уже каких-то желтых собираешь? Нет, я их проверяю. А ты помнишь, как в какой-то безгребной год ты предлагал мне даже эти собирать? Олени и грибы. Да их тоже едят, их тоже варят. Я говорю, не-не-не, извините. Олени и грибы без меня. Такие они, розовенькие. Что там, насобирай. На, говорит. Ну, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья и проходят выходные. Один выходной. Сейчас почистим. Картошечки пожарим. Так что не теряйте. Что-нибудь придумаем. Всем пока. Процесс идет во всю. Да, кто-то не пожалел укропа. Кто этот человек? Да, он нормально сейчас. Пусть полежит свек. Ну, красота же. Ну, конечно. А это будни Нерюнгринские. Посмотрите, что творится. Кравченко. Новые дома будут. Все здесь перекопали. Скажи, где это рядом. Я должна сказать, где это. Вот там 15-я школа за кустами. Работа идет. У котлован был серьезный прям. Настоящий. Грузовик полностью ушел. Так что будут, по-моему, пятиэтажки тут будут под сдачу. Мне сказали, что первый этаж коммерческий. А остальные живые. Ну, красота же. Все, жизнь скипит. По-моему, для работников РЖД и еще для каких-то компаний съемное жилье будет. Вот так вот. Чего держишься? Интересно. А что тут деревяшки же были? Коммуникации. Все осталось, наверное. Строй не хочу, да? Тут частный сектор бы забабахать. Само то было бы. Такое место хорошее. Уголек, да? Вот делать нечего. Стоять. Глазеть. Вечерний город. 23-го день шахтера. На площади подготовка вовсю. Все там перекрыли сцену, устанавливают. Все. Четыре фрынча. Да. Елки-палки. Вот это да. Вот это будет сейшен. Сейчас развернемся, еще солнце во сне. Там забором все огородили. Напротив ДК тоже что-то там будет строиться. Надо будет посетить День шахтера, а то что-то мы который год уже не ходим на День шахтера. В прошлом году он был на горняке. Было очень холодно. Просто. Просто. А сейчас 23 градуса. Да. Так. Ушло. Дружба народов. Солнце ушло. Солнце красное. Эх, не успели. Чуть-чуть зашло в дыму. За тучку. Сквозь дым. Такое красное солнце. По увеличь, хоть его же видно будет. Вот. Пожалуйста. Тонская у нас. Приветствует нас. О, тут уже заборчик убрали. Смотрите. Все уже достроили, наверное. Решили поснимать немножко. По пути, так сказать. Задувать будет. Магазин с обоями. Телемастер называется. Да. Теперь пока идет ремонт, я теперь знаю все, даже самые мелкие магазины в городе. Оказывается, их много, только толку мало. О, там все уже, слушай, раскопали. Здесь будет частный сектор. Коттеджи. Вот здесь справа. Все строится, все, город живет. Кто там пишет в комментариях, какая печалька. Никакой печальки. Главное, чтобы деньги были в отпуск каждый год выезжать. Но мы направо должны были повернуть. Зачем? Как? Ну, солнце за тучи ушло, что-то. Вся полезная площадь используется под стройку. Розовый закатик такой. Как на море почти. Угу. Да? Да. Ямы тоже. Главное, ямы успевать объезжать. Воздушные. Все в дыму. Все в дыму. Разрез, он даже отвал еле видно. Такая задымленность стоит. Это у нас МЖК. Заправка. Одна из первых, которая модная появилась. Нового образца. Тут тоже вот что-то построили. Вот какое-то новое здание. Здесь подготовка к зимнему сезону. Все копается. А так лето... Сколько у нас там вечером градусов показывает? 22. 22. Утром было 9. Так что еще вот в шортах можно походить. Возле Деза смотрите, какой парк сделали. Дети тут волосятся. Красота. А вот это странный дом по Карло. А тут напишу. С полукруглыми квартирами вот в этом месте. Я была здесь в гостях один раз. В школьные годы мы с Натальей Борисовой ходили к ее бабушке. У нее был видак. И мы ходили индийские фильмы. Смотреть на кассетах это было вообще... А то у нас праздник, чтобы не кажется, забыли повод. Внимание! За всех шоксов! За всех всех, кто был здесь, в Путинке. Итак, готовы? Что кричит? Давай. Все, молодцы. 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 Давай, давай, давай. Итак, раз, два. Вась, подожди, подожди, подожди. Ну, и такой у нас праздник сегодня. Когда кричим, ждем шахтера. Еще все руки вверх поднимаем. Прям создаем максимально красивую контикулку. Поживите сами себя молодцы. Ну что, мы готовы продолжать. А вот вы, каждый из вас, готов встречать наших гостей. Ну, а сейчас, друзья, мы представляем вашему вниманию специального гостя. Дом, пожара, жара. Спасибо, Показ. Не люби, почему-то тихо. Не люби, почему-то тихо. Все, мимо, 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 мимо. Все, москве, мескорье, 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 мескорье. А вы сейчас покажете, как умеете чилить. Киловые дороги нам заменят мир. Че? Где мы будем чилить? Где мы будем? Панамой, кусок и релаксности. Нам так нравится там, где мы будем чилить. Это был личная инициатива чья-то. Вот так весело вчера прошел день шахтера. Сегодня, после трудового дня, решили подышать воздухом. Ну, дождичек пошел. Это дорога с телецентра. За день нагрелась парка пойдет одни. Тут положили новый асфальт дальше. Сейчас посмотрим. Ух ты! Новое полотно, как нагрелось-то на солнышке. Новый асфальтик. Но тут вот почему-то с одной стороны только полоса сделана. А, вот, до горизонта идет две, а дальше все, хоре. Сегодня в новостях сказали, 53 миллиона стоит эта дорожка. До больничного комплекса. Так что, хорошего понемножку. Остановочка. Последняя из Магикан. Остановка 90-х. Сейчас-то модные, новые ставят. Обзор новых остановок. Вот еще одна. Пока новые остановочки на Чуропче. Только экспериментальные. А, вот она, пешеходный. Пока так светит. Куда-то какими-то клетками. Новый фонарь. Не настроен. Новый фонарь повесили. Пешеходный переход. Подсветка. Но что-то, да. Донастроить надо. Чуропчинская. А вот вообще чисто сельская. Чтобы люди не понимали, на что они меняют. Да. Чтобы радовались, что у них теперь нового образца будут. Остановочки. Тут всякие разные дизайны. Есть вот такая. Вот, пожалуйста. Сейчас мы пройдемся по остановке. Каждого мэра по кусочку. Короче. Да, но... Бывшее кафе Дружба. Ныне супермаркет. Винопулочная. Не зарастет народная тропа туда никогда. Вот забор в 15-й школе сделали новый. С прошлого года делали. Зимой еще даже вкапывали. И вот тут в этом году доделали. Вот, пожалуйста, пиво пьют. Да, вот новая остановочка. Название вы не увидите, потому что черными буквами оно там. Здесь когда-то очередя были за телевизорами Тошиба. И за Алясками. Да. В 87-м году. Ой, давно это было. Новый квартал Сосновый. Это что, вахта на работу поехала, да? Вот, пожалуйста, остановочка еще одна. Конечная. Магазинчик, супермаркет. На втором этаже открылось что-то какая-то. Гончарная мастерская, кофейня. Собакин. Давно живет здесь на остановке. Переоборудованная остановка. Да. Сразу. Пельмешки, бузы продаются здесь, пожалуйста. Пока ждешь автобус, можно. Привет, собака. Привет. Ну, что ты? А покушать нету ничего тебе у нас с собой. Добрая, хорошая собака. Так мы дышим воздухом. Весь город можно проехать за три минуты. Зацепим старый город еще, ладно. Чуть-чуть. Кто хочет посмотреть, как мы живем. Может, домой уже поедем? Рыбу солить. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова